Книга «Открытым оком», тема «Будущее мира», «Страшный суд», вопрос 290. Есть ли судьба, как что-то предписанное человеку с самого рождения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Псалом 138, 15-16 стих. Несокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Иоанн Златоуст многократно опровергает учения о судьбе и высмеивает его, как дьявольское изобретение. Сирахова, 15-14-16 стих. Он от начала сотворил человека и отправил в руки его произволение его. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Один из деревенских героев у Толстого говорит. Бог дает каждому человеку возможность исполнить предначертанное. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, которое делал и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, и он будет жив, не умрет. А если все занаряжено и ничего никак нельзя сделать самостоятельно, то тогда призыв Божий к нам сделать свой выбор уже теряет смысл. Матфея 11 глава 28 по 30 стих Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Субтитры создавал DimaTorzok